Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ представляют Земля – единственный остров жизни в космическом бесконечно темном пространстве. С каждым годом население планеты увеличивается. И увеличиваются проблемы, с которыми сталкивается человечество. Чтобы исправить ситуацию, всемирный электронный разум решил привлечь молодых людей к решению глобальных проблем на местном уровне. Они все из разных регионов и городов. Они бы никогда не встретились, если бы не одна для всех цель – улучшить этот мир. Детский телевизионный сериал «Сила в единстве». Автор идеи – Дильбар Зиядова. «Решающий день». Автор – Марина Храмова. А что там за начинка? Орешки. Манго. Карамельная нуга. Какая прелесть. Надо будет попробовать. Я не очень люблю долго стоять у газ-плиты, но ради такого кулинарного шедевра… А Маляка? Не знаю. Где-то в доме играет, наверное. Да, торт ей понравится. Это точно. Ну ладно. Пока. Спасибо. Маляка. 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 Где ты? Маляка? Что ты делаешь под столом? Я здесь живу. Опять твои игры. Не говори ерунды – нельзя жить под столом. Можно, можно. У меня здесь домик, и меня здесь никто не найдёт. А как же я, если я тебя не найду? Вы меня почти не ищите. Ах, вот как? Да. А я тебе решила торт испечь. Надеюсь, когда он будет готов, ты выйдешь из своего домика и закончишь свои игры? Да. Ну вот и чудно. Ладно, пока иди поиграй в другой комнате, я буду готовить. Скоро начнётся мой любимый сериал, так что я должна всё успеть. Вы же обещали почитать мне. Некогда мне читать книжки. Не видишь? Я занята. Не действуй мне на нервы. Ну-ка пошла. Потом вместе будем смотреть телевизор. Будешь смотреть телевизор с мамочкой? Нет, я не хочу телевизор, я хочу сказку. Чего тебе надо ещё, а? Нечего капризничать. Ну-ка встала. Марш в комнату. Я слышала, Маленька снова хныкала. Или мне показалось? Не обращайте внимания, мама. Сейчас дети такие капризные, похнычить и перестанет. А-а-а. Ну да, ну да. А я что-то заспалась. Угу. Или погода такая. Так сон гонят. Ой. Ну так идите и поспите ещё. Что вы беспокоитесь, мамочка? А-а-а. Разбуди меня, когда начнётся сериал. Угу. Хорошо. Обязательно. Не хочу всё проспать. Угу. Обязательно вас разбужу. Мамочка, вы отдыхаете, а я вас приду и разбужу. Пусть начнётся сериал. Хорошо? Ладно. Отдыхайте, мама. Не беспокойтесь. Всё? Угу. Самое интересно, что будет в новой серии. О, ну да. Угу. 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 Малека. Ну да. Малека, отойди, отойди. Ну иди уже. Угу. Угу. Что касается ли я? Должно ли я по-русски скажу? Должно ли я? Кто как? Никто. Ты не считаешь это, что ты будешь в этом роде технике, сегаут одет? Отлично, если ты будешь в этом роде технике, ты ходишь ты и во время. Ага. Вы в доме пакет, чтобы начать неделю. Спасибо, ребята! Как гадар с богатой, дня ягарен, осмар-дня за угар, россия гагарен, Азамат, как ты? Так тихо у тебя. Чем занят? Вот, новую книгу взял в библиотеке. Жизнь и творчество знаменитых поэтов и писателей Узбекистана. Эй, скукотища же! Очень даже интересно. Зря ты сомневаешься. Здесь говорится о жизни людей, которые видели этот мир по-другому, не так, как мы видим его. Эй, что за вздор, а? Почему вздор? Нельзя видеть этот мир иначе, чем он есть на самом деле. Ты так говоришь, потому что сам ничего не видишь. У тебя ничто не заслуживает внимания. Нельзя быть таким безразличным ко всему. Эй, зачем ты так говоришь? Если мне все равно, значит, мне это не интересно. Мне ничего не нужно. Аббас, ты просто не читаешь книг и вообще мало общаешься с людьми. Ты как сядешь за компьютер, ничего не видишь, кроме своих виртуальных игр. Ну, и что же ты видишь в своих книжках такого, чего не вижу я? В книгах я вижу доброту, мудрость, радость и сострадание. Я могу отправиться в любую часть света и пережить что-то очень захватывающее. Эээ, глупости. Это все обман и ерунда. Я думаю, что книги сейчас вообще никто не читает, а отправиться ты никуда не можешь. А если и фантазируешь себе что-нибудь, то только то, о чем написано. Ну да, сижу в четырех стенах и нигде не бываю. Ладно, ты тут мусоль своей страницы, а я пойду еще постреляю в оборотни и вампиров. Я удалю с компа все эти дурацкие игрушки. Вот уж где глупость. Только попробуй. А, Замат, забыл сказать. Уже ушел. Приветствую вас. Рад видеть всех. Сегодня вам предстоит самое трудное и в то же время самое интересное задание. В городе Янгер, в Сардаринской области, живет девочка Малика. Она еще маленькая, ей всего пять лет, но она очень смышленная и умная. Но ее природные способности могут быстро померкнуть, потому что она не тренирует свою память и ничем не занята. У вас будет только один день. И к концу этого дня эта девочка должна выучить стихотворение, выучить и рассказать. И это все? Вы что там издеваетесь, что ли? Мадина, потише, не кричи сразу. Надо разобраться, может это какая-то ошибка? Наверняка ошибка. Мы что, няньки какие-то? Что за чушь? Здесь смей еще стихи учить. А ты боишься, как всегда, что больше всех переработаешь? Мадина, ты не волнуйся, ты учить стихи с девочкой не будешь. Ты сама и одного стихотворения, наверное, не знаешь. Ребята, прекратите. Оставьте Мадину в покое. Она права. Задание какое-то странное. А по-моему, интересно. Я хочу попробовать. Азамат, ты забыла, зачем нас сюда позвали? Мы должны выучить стихотворение с ребенком, а не играть с ней целый день. Интересно, а можно попросить другое задание? Рискни, если хочешь. Я бы на твоем месте этого не делала. Уважаемый компьютерный разум, мы тут хотели бы попросить другое задание. Не могли бы вы поставить нам другую задачу? Мы просим вас дать нам задание потруднее. Ну да, как будто он тебя услышал. Может, я что-то неправильно сказал? Алло. Да, Сережа. По-моему, он тебя не слышит. Всему вас учить надо. Мы отказываемся от задания и уходим. Вы слышите нас, а? Вы слышите? Я слышу вас всегда. И хочу напомнить, что ваша миссия является добровольной. Каждый из присутствующих может покинуть комнату. Вы все вправе снять свои браслеты и навсегда уйти из тайной комнаты. А еще попрошу не забывать, что легких заданий или ошибок здесь не бывает. Каждое задание, с которым вам приходится сталкиваться, является сложным и предполагает преодоление многих трудностей. Найти смысл выполнения задания можете только вы. Иначе не справитесь с ним. Я не привыкла сдаваться. Я иду до конца. Стих так, стих. Я не отдам свой телепорт. Я с вами. И я. Идет. Я с вами. Не хочется пропустить что-нибудь интересненькое. Отлично. Уверена, не все так просто, как кажется. Вперед! Сила в единстве! Уверена, не все так просто. Уверена, не все так просто. Уверена, не все так просто. Я? Иначе вроде как, доверяйте nuevo. Отлично. Надо то, что вот так! Р wrist име уши. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно. Я оставлю вам ужин на столе. Сегодня у нас на десерт торт. Да, попробуйте. Хорошо, я ей передам. До свидания. Хорошо. Мамочка, а кто звонил? Папа. А он поиграет со мной, когда придётся работать? Когда он придёт, ты уже будешь спать. Папа много работает, ему некогда с тобой играть. Принесите мне, братик, или здесь много, я буду с ними играть. Папа просил тебе передать, что если ты будешь хорошо себя вести и слушаться мамочку, то на выходные мы поедем в зоопарк. Смотреть на бегемота. Правда? Угу. Здорово! Я увижу бегемота, я увижу бегемота. Ну-ка, 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 хватит. Ну, не прыгай перед телевизором. Ты мне мешаешь смотреть кино. Иди уже. А что, играть? Ну, придумай что-нибудь. Иди в комнату. Уйди уже, а? С матерью, наверное, проблем не будет. Она даже не заметит, если на несколько часов заберём малышку во двор поиграть. А бабушка? Она тоже всё время спит. Вряд ли она что-то заметит. Чудесно. Откуда вы собираетесь брать стихотворение? Зря мы нагрубили компьютерному мозгу. Спокойно. Мы же все учили какие-то стихи в детстве. Неужели никто не вспомнит ни одного? Я, Лесина, не помню ни одного. Я тоже. У меня, например, нет привычки учить детские стишки. Ладно. Вспомнить парочку стихотворений у меня получится. Но, кажется, их написал другой поэт. Ребята, у меня же книжка с собой. Когда нас вызвали тайную комнату, я случайно прихватил её с собой. Это же то, что надо. А что за книга? Стихотворение известных узбекистских поэтов. Должно же здесь быть хотя бы одно, которое нам подойдёт. Похоже, это сейчас наш единственный выход. Давай, Азамат, ищи стихотворение. Только не очень сложное. Всё-таки Малике только четыре года. А мы с Мадиной Маржан попробуем выменить Малику во двор. Лёша, Серёжа, быстро, найдите краски. А ты, Варух, помоги нам отвлечь маму Малике. Хорошо, попробую. Идёмте. Пошли. Доченька моя любимая, моя хорошая, я тебя никому не отдам. Мамочка, я так тебя люблю, но ты не оставишь меня в детдоме? Нет, конечно. Дети должны жить с родителями в семье. Мамочка, а ты купишь мне много-много игрушек и кучу сладостей. Игрушек куплю, а сладостей мало, потому что это вредно для здоровья. Я лучше куплю фрукты и приготовлю тебе вкуснейший обед. Из овощей приготовлю салат. Приготовлю пирог с яблоками и шоколадной глазури. Ммм, какая вкуснятина! А откуда ты всё это знаешь? А, читала кулинарные книги у бабушки. У бабушки? У тебя была бабушка? Да, была. А потом она умерла. А родители? Азиза, Милана, что вы здесь делаете? А ну быстро на прививку, все уже собрались. Бросайте свои игрушки, давайте быстрее. Все на прививку. Я боюсь прививок. Я тоже. Давай спрячемся. Давай, бежим. Если мама Малики любит говорить по телефону, я знаю, как её отвлечь. Алло? Алло. Да. Ой, Михри. Привет, подруга. Как ты? Как поживаешь? Угу. Вчера смотрела сериал? Как развернулись события, а? Нет, нет, нет. Угу. Соскучилась. А ты? Угу. Вчера, куча. Угу. Бежит, дарь. Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! А почему ты не танцуешь? Я танцую, только ты этого не видишь. Почему? Потому что я танцую в мыслях и душе. Хочешь посмотреть? Да, конечно. Я могу нарисовать тебе свой танец. Идём. Что вы так долго? Еле успели. Посмотри, Фару, кто у нас тут? Привет. Привет. Как дела? Хорошо. А где Азамат? Самое время ему присоединиться к нам. Иди, поищи его. Мы будем рисовать. Ладно, ладно, сейчас. Давай нарисуем цветочек. Ух ты. Какая ты молодец. Так красиво. Давай покрасим ярче. А ты так умеешь рисовать? Давай возьмём какой-нибудь фару. Дальше. Маленька, какой твой цвет? Ух ты. Вау, смотри. Маленька, смотри, что мы принесли. Идём, садись. Страшные сандалеты, дорожками лето. Не так. По узеньким тропинкам. И белье. Да нет, смотри, как надо. Свернули в зелёный лесок сандалеты. Нет, не так. И где ты исчезли потом? По мокрой тропинке шагали ботинки. Их осень ждала. Прошли сандалеты, дорожками лето. Эй! Я сначала тебе скажу, а ты будешь повторять, хорошо? По узеньким тропинкам бегом. Эй, смотри. Свернули в зелёный лесок сандалеты. И где-то исчезли потом. Эй, по мокрой тропинке шагали ботинки. Их осень ждала. По снежной дорожке ступают сапожки. Идут и тихонько скрипят. Ну, как тебе моё выступление? Повторяй за мной. Ну, давай, Маленька, попробуй сама. Ну, что, Маленька, ты готова? Расскажи нам стишок. Да не стесняйся, тут все свои. Мы с тобой. Маленька. Ой. Мама зовёт. Маленька. Эх. Азиза, Милана. Азиза, Милана. Ой, куда они делись? Азиза. Девочки, Азиза, Милана. Она сейчас нас найдёт и заставит делать прививку. А от какой болезни эта прививка? От гепатита вроде. Ой, ой, а это ведь серьёзное заболевание. А вдруг мы заболеем, если не сделаем прививку? А почему мы должны заболеть? Ну, вдруг. Тогда нас заберут в больницу, и там будут делать уколы и ставить капельницы. Ммм, какой кошмар. Нет, я не хочу делать уколы и капельницы. Я слышала, как старшая группа ходила на прививки. И Азамат рассказывал, почему прививки так важны для всех. И почему же? Как я поняла, прививки защищают наши заболевания заранее. И создают иммунитет в организме человека, который борется с причиной болезни. И помогает избежать её. Получается, нужно сделать одну прививку и не болеть? Или заболеть и делать много уколов? Ну, ходит так. Но я всё равно почему-то боюсь сделать прививку. Давай пойдём и попросим, чтобы нас пустили вместе. И будем держаться за руки. И страшно нам не будет. А если нас не пустят? Пустят. Мы вежливо попросим. И мне сестра, хотя она у нас строгая, но не злая, разрешит. Я думаю, так будет лучше. Мысль о больнице, капельницах и уколах нушает мне страх. Наверное, ты права. Да и к тому же я слышала, как Азамат рассказывал, что делать прививку совсем не больно. Может, зря мы так боимся? Ну, ладно, давай, пойдём проверим. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, девочки. Проходите. О, здравствуй. Здравствуй, подруга. Проходите. Как дела? Хорошо, вы как? Как доехали? Хорошо, спасибо. Все хорошо? Да. Здравствуйте. Заходите, заходите. Здравствуйте. Ой, Малико уже совсем большая девочка стала. Не говори. Привет, Малико. Как время пришло, я сама не заметила. Ой, а твой сын совсем большой стал. Да. И Рухшона скоро невестой будет. Проходите. А ты совсем не изменилась, дорогая. Все такая же. Спасибо большое. Как ты? Хорошо. Ой, а я тут сладости привезла. Давай пить чай. О, спасибо большое. Кстати, я сегодня испекла оригинальный торт. Попробуй. Если понравится, дам рецепт. Побалуешь своих домашних. Торт? Ты сама приготовила? Конечно. Молодец. Дети, хватит баловаться. Идите, руки вымойте с мылом. Давайте, быстрей. Мехри, Малико так выросла. Такой красавицей стала. Спасибо. Ну-ка, дети, торт будете? Да. Торт получит тот, кто расскажет стишок. А то не дадим. Правильно, Мехри? Да, конечно. Так, сперва моя. Рухшона, доченька, расскажи стишок. Я кормила верблюжонка и вареньем, и сгущенкой, и мармеладом, шоколадом. Ничего ему не надо. Даже супом угощала. А ему все мало-мало. От всего воротит нос. Что ты хочешь, он принес. Две колючки. Молодец. Косым. Ой. Сынок, ты тоже расскажи. Лето-лето к нам пришло. Стало сухо и тепло. Вьются пчелы, вьются птицы. А сестренка веселится. Увидала петуха, вот так птица. Ха-ха-ха. Молодцы. А теперь Малика пусть расскажет. Может, чаю налить тебе? Да, давай. Прошли сандалеты дорожками лето. По узеньким тропкам бегом свернули в зеленый лесок сандалеты. Прошли сандалеты дорожками лето. И где-то исчезли потом. По мокрым травеньке шагали ботинки. Их осень ждала листопад. По снегной дорожке ступают сапожки, идут и тихонько скрипят. Что с тобой, дорогая? Почему ты погрустнела? Твоя дочка рассказала такой замечательный стих. Да, она просто умница. Возможно, если бы я учила их вместе с ней, она бы знала больше стихов и песен. Брось. Ты и так со всем прекрасно справляешься, родная. Нет, мне не по себе. Если бы я уделяла ей больше времени и занималась с ней вместе, возможно, она была бы намного умнее. Ты права, конечно. Но Малика твоя и так прекрасный ребёнок. Умная, послушная. Ты права. Но ведь она очень маленькая. Где-то она учится хорошему, где-то нет. О, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Я думала, вы задержитесь на работе. Решил освободиться пораньше. Соскучился очень. Как вы поживаете, Фарида? Всё чудесно, спасибо. Нам уже пора, дорогая. Ну что, вы посидите? Нет, мы пойдём. А ваша дочь знает такие прекрасные стихи. Она всех нас удивила сейчас. Жаль, что вы чуть-чуть опоздали и не слышали, как Малика рассказала стих. Мы пойдём, уже поздно. Угу, спасибо. До свидания. До свидания. Рухшона, дочка. До свидания. Идёмте. Ой, доченька, ты выучила стих? А мне расскажешь? Да, папочка. Идём ко мне. Сейчас мы торт поедим, а потом я тебе сказку почитаю, хорошо? Да. Завтра мы с Маликой будем вместе учить стихи и песни. Да? Насколько это здорово я почувствовала только сейчас. Да? Да. Ешь. Спасибо детским писателям. Да уж. Я так, наверное, как сегодня даже на экзаменах в школе не нервничал, когда ждал, как Малика расскажет стих. Я уже была засомневалась. А я верила в Малику. Я знала, что она умная девочка. Мне очень понравилось это задание. Но я чувствую себя совершенно разбитой. Да уж, дети выматывают. Откуда ты знаешь, ты так редко проводишь время со своей сестрёнкой, а она всё время на каких-нибудь занятиях. То рисует, то плавает, то музыкой занимается. Мама всегда так говорит. Мне было не скучно. Я рада, что мы помогли Малике. Тогда мы можем возвращаться. Согласна. Сила в единстве. Поздравляю. Теперь вы знаете, что значит нести ответственность за кого-то, кто может многое, но умеет меньше вас. Вы понимаете, что означает поддержка и участие в чьей-то судьбе. Малика провела сегодня один день в своей жизни, который она никогда не забудет. И этот день, не похожий на остальные, девочка прожила благодаря вам. Это настоящая победа. И эта победа достойна похвалы. Спасибо, что выполнили миссию, которая ждала своего часа. Он мог и не наступить. Отдельное спасибо Азамату за то, что именно сегодня он взял в библиотеке такую нужную книгу. Не пренебрегайте случайностями. Все, что происходит с нами, не просто так. Я желаю вам удачи и до новой встречи. Вы слышали? Да, так он нас еще никогда не хвалил. Странно, но приятно. Стихи могут читать не только маленькие. Это точно. Моя тетя актриса. Она знает столько стихов. Ребята, а я тоже вспомнила один стих. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистый. На этой поэтической ноте предлагаю завершить заседание. Тогда, ребята, по домам. Эй, где ты ходишь? Книгу ходил сдавать. Ну что, сдал? Нет, у друга задержался. В гости зашел. Не успел в библиотеку зайти. Дай хоть гляну на нее. Аккуратней. Не бойся, я ничего не сделаю. Лучшее, что ты можешь сделать с ней, это прочитать. Вряд ли она интересная. А ты попробуй. Не только собственные мысли бывают интересными. Ты так думаешь? Уверен на все сто. Ну, хорошо. Уж больно хочется попутешествовать. Или как ты там говоришь? Перенестись в дальние страны? Да, конечно, забирай. С меня на сегодня хватит путешествий. В каком смысле? Ничего особенного. Только то, что я так и не дошел до библиотеки. Режиссер-постановщик Андрей Африн. Оператор Руслан Сулейманов. Художник Фуркат Кучкаров. Редактор Назиха Камалова. Композитор Виктор Хамдамян. Звукорежиссер Маруф Пазылов. Режиссер Шахноза Серожиддинова. Директор картины Марина Саркисян. Сайт телесериала www.uch.us Производство кинокомпании Кинопром по заказу Детского фонда ЮНИСЕФ. 2014 год. Редактор субтитров А.Семкин